Пёстрые письма. Голос народа. 3 октября. Пёстрые письма. Ядросы и дикоросы. Моё участие в выборах губернатора Липецкой области. Сын с невесткой спрашивают меня, ты пойдёшь на выборы? Отвечаю, обязательно. Поползу, но никому не отдам своего голоса. Не дам воспользоваться моим голосом этим жуликам из Единой России. Я хожу с помощью тросточки мне уже 81 год. Подползаю к избирательному участку. На крыльце стоит полицейский при полном параде. А рядом, почти впритык к ступенькам, стоит крупногабаритная машина без окон. Дверь-то, конечно, есть, типа рефрижератора. Я смекнула по поводу назначения этого транспортного средства. Поздоровалась с полицейскими, спрашиваю его, кивая на машину, а это что? Автозак для несогласных, для протестующих. Полицейский улыбнулся, но ничего не ответил. Прохожу в помещение для голосования. Хотелось с порога поприветствовать всех, здравствуйте, господа фальсификаторы. Но вспомнив об автозаке, одумалась. Решила попридержать язык за зубами. А то как бы мне на девятом-то десятке лет не оказаться одним из первых пассажиров этого автозака. Нашла свою букву. Получила бюллетень. Проголосовала. А на выходе из помещения притормозила около стендов на стене с информацией о кандидатах. И тут вдруг одна из членов избиркома тронула меня за плечо. Бабуля, пройдите, пожалуйста, в коридор. Там на стене висит аналогичная информация. Вышла я в коридор и уткнулась в эти стенды. Чувствую, меня опять кто-то трогает за плечо. Оглядываясь, рядом стоит здоровенный мужик, выше моего сына. На вид ему лет 55-57, уже сидящий. Одной рукой держит меня за плечо, а другой пальцем молча тычет в портрет Сергея Токарева, кандидата от КПРФ. Тем самым дает мне понять, что, вот, мол, за этого и надо голосовать. Я отвечаю ему, да я уже проголосовала за него. В коридоре стоят буфетчицы. Торгуют пирожками, водой, фруктами. Спрашиваю, а с чем у вас пирожки, и сколько стоят? Буфетчица, вот с повидлом, вот с капустой, вот с яблоками. А цена пирожка 22 рубля. А с творогом есть? Тут другая буфетчица отвечает, идите ко мне. У меня ватрушки с творогом. А сколько стоит ватрушка? 22 рубля. Ничего себе. Два раза куснуть и 22 рубля. Ладно, обойдусь без ватрушки. Мне президент на нее денег не дает, дает только на черный хлеб и на растительное масло. Чтобы не подохло. А и подохну. Он перекрестится и скажет, слава богу, баба с вазука были легче. Выхожу на крыльцо и опять обращаюсь к полицейскому. Да, чтобы вся эта фальсификация, эта бутафория провалилась в преисподнюю в Тартарары. Пи-эс. Ну и, как выяснилось позже, победил, конечно, миллионер И. Артамонов, ставленник Единой России. Не зря же Единая Россия выделила ему на проведение избирательной кампании 25 миллионов рублей. Остальные четыре кандидата на его фоне смотрелись во всех отношениях, как бомжи. В газете «Советская Россия» прочла, недавно Госдума РФ приняла очередной заумный закон о сборе ягод, грибов и лекарственных трав в лесах. Поэтому вновь испеченному закону в Якутии уже задержали мужчину, который набрал в лесу два ведра черники. Ему это вменили как нарушение нового закона и насчитали штраф в сумме 13 тысяч. 800 рублей. Оказывается, по новому закону всем, кто хочет собирать ягоды, грибы, лекарственные травы в лесу, надо начинать вот с чего. Обратиться за разрешением в свою администрацию и идти в лес не когда тебе заблагорассудится, а в тот день и в тот час, когда разрешит администрация. Выкупить лицензию на сбор ягод, грибов и так далее. И уплатить за нее 350 рублей, то есть заранее оплатить пока еще не собраны ягоды. На эту лицензию можно собрать только 5 килограммов ягод, больше ни-ни, иначе огромный штраф. Предъявить администрации маршрутный лист своего движения по лесу и ни шагу в сторону. Предъявить администрации справку от врачей, что человек, идущий в лес, получил прививку от клещей. Если у тебя ничего этого нет, то в лес ходить не моги. Хочу предложить президенту выдвинуть на Нобелевскую премию разработчиков этого закона, а заодно и всех, кто подписал его и запустил в нашу жизнь. Но перед этим надо проверить у врача-психиатра всех авторов этого закона и всех подписантов на предмет наличия у них здравого ума и нормального рассудка. Но надо же до такого додуматься. До такого абсурда. До такого маразма. Глупо. Глупо глупее не придумаешь. Если этот якутский мужик захочет продать эти два ведра собранных им ягод на рынке, разве он выручит за них 13 тысяч 800 рублей? Никогда. Хотя он их собирал для себя и для своей семьи. Какой огромный ущерб нанес он нашей стране. И этот маразм на фоне того, что вся центральная часть Сибири выгорела и продолжает выгорать на многие триллионы долларов. Но это для нашей власти не убытки. За весь этот чудовищный произвол никто не наказан и не будет наказан. И вдруг всплыл в памяти моей сей псевдоним учителей. В России изъявления воли обычно происходят в школе. И выборы тем самым как бы технически проводят шкрабы. В минувший день голосования отдельные учителя творили скользкие деяния перед ядросами Юля. Чтобы опустить КПРФ, шли на любые ухищрения. Легко на душу брали грех за мани-мани поощрения. Подлоги. Вбросы бюллетеней, приемы хитрых каруселей. Срыв объективных наблюдений. Увы. Подобных фактов много в активе школьных педагогов. Они хоть в классах и речисты, да явно на руку нечисты. Педагогической науке, быть может, им не занимать? Ну как своих ДТ и внуков таким вот шкрабам доверять? О. Джигильгэ. Краснодар наши потери. Добрый день, уважаемая редакция. Читаю вашу, нашу, газету постоянно. Единственный огонек правды. Но ее очень мало кто читает пресса теперь не по карману нищему народу. А жизнь куда круче, чем то, что освещается в газете. Все катастрофы России, ее народа описать невозможно. Власть отгородила себя от народа высоким забором из ОМОНа, полиции, местных чиновников. Они получают приличную зарплату и готовы растоптать народ при команде ФАС. Власть разоряет страну, ободирает народ. За разоренные предприятия, сельское хозяйство не отвечает. От невозможности жить нормально народ идет в кредитную кабалу, из которой выбраться невозможно. Власть сама попирает законы. Народ она не слышит и не видит. Стали обыденными катастрофы, пожары, потопы, взрывы. За них власть расплачивается небольшими деньгами. С каждым годом все это жалей жить. А выборы? Да голосуйте как хотите. Все равно единороссы будут во власти. А если нужный человек не пройдет, Путин своим решением, вопреки воле народа, его назначит. От несправедливости, беспредела и хамства, от постоянного повышения цен, от невозможности выжить на мизерную пенсию и зарплату, от безысходности хочется быть. Примите эти строки. Страну охватил либеральный экстрим. Взрываемся, падаем, тонем, горим. Откупятся власти. А наши потери? Поплачем, потерпем, хотя ей не верим. Нет денег для бедных. Пустая казна. А это ведь, братцы, и наша вина. У власти годами известные лица. А деньги все так же плывут за границу. У них за границей открыты счета. У нас же в карманах одна нищета. В России заводы в руках иностранцев. Чужими в стране своей станем мы, братцы. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что несете правду, горькую правду о жизни страны и народа. Здоровья вам и успехов в работе. Л. Самойлова. Г. Майкоп. Республика Адыгея. Очаги сольются в факел Данка. Открытое письмо. Президенту В. Путину. Мы находимся на грани возмущения из-за заявленного вами в посланиях, указах, на прямой линии. Казалось бы, что правительство Д. Медведева, губернаторы активно приступили уже с начала года к исполнению поставленных задач, руководствуясь тем, что время спрессовано. Его запаса, запаса времени на раскачку. И увязки просто нет. Однако в жизни ничего позитивного не ощущается. Слышал выражение министра финансов Никарагуа, сам по себе экономический рост не является синонимом успешного развития, если он не сопровождается улучшением условий жизни народа, созданием рабочих мест и т.д. В нашей стране какое может быть улучшение условий жизни, когда продолжаются банкротства, закрытия, оптимизация промпредприятий? Происходит уменьшение или ликвидация рабочих мест. Не сокращается задолженность по заработной плате. А домашние тапочки везем из Китая. Резко выросли цены на хлеб. Наблюдается резкий рост закредитованности россиян симптом экономического кризиса, подобие кризиса 2008 года. В стране продолжается увеличение численности олигархического клана. Вы в своих посланиях сказали о справедливости, о широком пространстве для свободы и равных возможностей. Но ни словом не обмолвились о том, кто же будет регламентировать все эти элементы свободы. В противном случае это рождает самоупраство и вседозволенность. С крыши государственных законов, применением их по понятиям. Господин Путин, где же справедливость в действиях тех, кто рейдерским захватом высокоэффективного совхоза имени Ленина, а это осознанный выбор коллектива пытается уничтожить предприятия, дающие стране продукцию народного потребления, уникальное в своем происхождении, ведь не всем это по плечу. Неужели уничтожив, разогнав коллектив совхоза, очередной олигарх будет радеть за динамичное развитие России? Нет, конечно. За последние годы олигарх отзаметно вырос, а отток капитала за рубеж составил 11 миллиардов долларов. В то же время продолжается введение новых налогов, поборов снищающего населения, что увеличивает число бедных, неустроенных. И это у великого народа в богатой стране. Ваша чиновничья элита по разным причинам не способна выполнять задачи национальных проектов в силу своей либеральности и не думает о народном благе. На ваше заявление в послании, что мы не должны повторить ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, в народе бытует мнение, что мы уже жили при коммунизме и до прихода вашего аморального либерального хаоса. Совхоз имени Ленина во главе с директором П. Грудининым должен продолжать свое триумфальное, животворное шествие во благо и процветание Российской Федерации. Рейдерский захват и уничтожение совхоза есть предательство интересов социального государства. Те, кто пытаются это сотворить, выступают против поставленных вами задач. Как результат недовольства и неприятия экономико-социальной политики властей, придержащих либерального курса бурлит Москва протестами, не стихают они и множатся по всей России. И когда все протестные очаги сольются воедино в факел Данка, тогда это будет проблемой. Народ и власть окажутся по разные стороны. Россия поднимается с колен, поднимется и пойдет вперед к обновленному социализму, только сменив правительство Д. Медведева на правительство народного доверия, которое станет во главе вершителей антикризисной программы КПРФ, способной сделать жизнь лучше. Чтобы добиться перемен, нужна новая политика-политика в интересах большинства народа. А для новой политики нужна смена власти. Такова аксиома действительности. Равиль Якупов. Дитя воины. С. Ишлем, Чувашская республика. Прошу помощи мой муж, инвалид второй группы по зрению, вот уже 15 лет стоит в очереди по обеспечению жильем. Дом, в котором мы живем, непригоден для проживания, крыша гнилая, в дождь протекает, зимой холодно, печка аварийная. Местные чиновники заявляют, что муниципального жилья у них нет. Я обращалась к уполномоченному по правам человека в Кировской области по Нову АГУ. Он сделал запрос в Министерство социального развития. Оттуда пришел ответ, что по сводному реестру Пыпов Николай Павлович это мой муж в очереди 261-й. А на 2019 год из федерального бюджета Кировской области на это выделено 15 531 тысячи рублей, значит получат только 24 инвалида. Я посчитала, моему мужу ждать жилья надо еще 10 лет. Сами купить жилье мы не можем, пенсия не позволяет, а помочь некому. У мужа пенсия 13 тысяч рублей, у меня такая же. Мы по 30 лет проработали на производстве. Жить на улице не хочется. С уважением, Валентина Михайловна Курилова-Дер. Кокоровщина, Даровский район, Кировская область. Глядя в глаза, добрый день. Взяться за письмо меня уже давно тянуло крик души родителей, у которых больные дети, нуждающиеся в дорогостоящем лечении. Я сам прошел через это. Мне 82-го года. Но мне повезло, что я тогда жил при советской власти. Повезло не только мне, а всем, кого это коснулось. И вот еще что. Вы помните начало перестройки? Как и Памфилова, тогда еще девочкой с косичками, страдала о единой слезинке ребенка. Что, при советах мало уделялось внимания детям. Моя жена в то время еще живая просто из себя вышла от возмущения. Так как у нас и сын, и дочь прошли через тяжелые болезни, и мы ни копейки не потратили на их лечение. А еще и профсоюз, и руководство выделяли и деньги, и транспорт для доставки их в лечебные учреждения. Жаль только, что нет возможности задать ей этот вопрос, глядя в глаза. Где и кому вы, госпожа Памфилова, вытираете слезы, которые льются рекой? Извините, что я вас нагружаю. Но хочется хоть этим снять тяжесть с души. А может быть, у вас есть возможность ознакомить ее с моим письмом? А. Ничуха ФС. Крым, Ростовская область.